Девушки отдыхают Во всех проверенных образцах обнаружили нарушения, эксперты изучили качество картофеля, как выбрать самый лучший посадочный материал. Заставляют платить по 700% годовых, как микрозаймы загоняют в финансовую кабалу и почему рекламу этих фирм в Красноярске хотят запретить. Ажиотаж у Кинокасс, новые «Мстители» едва вышли в прокат, а уже собрали рекордные суммы. И мы начинаем генеральную репетицию шествия в честь Великой Победы. Прямо сейчас центр города частично перекрыт, и на Маркса отрабатывают торжественное шествие к 9 мая. На месте работает и наш корреспондент Маргарита Дюбанова. Рита, кто принимает участие в репетиции сегодня? Если не надо, мы не пойдем. Они будут только выставочные здесь, на площади революции их установят. Это, как пояснили в ГИБДД, из-за технического состояния машин. Впрочем, не будет в этом году еще и авиации. Наш регион не получил разрешения от Министерства обороны. Однако традиционно в строю будут кадеты, студенты военной кафедры от СФУ, полицейские, сотрудники Нацгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний. Кстати, обычные красноярцы тоже пришли посмотреть репетицию, пожалуй, самого торжественного шествия в этом году. 9 мая оно начнется в 10 утра. На площади Победы возложат цветы, венки к вечному огню. А в 11.20 шествия стартуют здесь, на площади революции. Впрочем, не только торжественным шествием отпразднуют 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в крае пройдут в целом 450 мероприятий. Например, эта акция «Красноярск поет Победу». По задумке организаторов, тысячи людей споют одну песню «День Победы УБКЗ». Так Красноярск предъеднует еще и на попадание в Книгу рекордов России. Кроме того, 9 мая традиционно пройдут праздничные концерты. Например, на Театральной площади он начнется в 17 часов. Конечно, в этот день еще не обойдется без традиционного праздничного салюта. Его можно будет посмотреть возле Коммунального и Октябрьского мостов с 22.45. Прямо сейчас репетиция продолжается. Говорят, что она еще продлится порядка двух часов. Мы продолжим следить и работать на месте. У меня все. Катя? Спасибо, Рита. Это было прямое включение с центра города, где сейчас идет генеральная репетиция торжественного шествия в честь 9 мая. Ну а в сам день 9 мая после торжественного шествия состоится акция «Бессмертный полк». Как принять участие, где взять штендеры, по какому маршруту пойдут колонны, расскажем уже сегодня во второй части этого выпуска. Пока к другим темам. Снег в начале мая. Белый покров наблюдали накануне на загородных участках и трассах Красноярца. В сети появились фотографии, на которых видно, что снег местами даже скрывал траву. А на трассе М53 от Красноярска до Канска вся обочина усыпана снегом. По словам очевидцев, гололеда пока нет, но переобувать машину на летнюю резину спасатели рекомендуют только после 10 числа. Тогда на территории края начнется заметное потепление. Напомню, синоптики накануне рассказали. Плюс 17 градусов и красноярцам стоит ждать только к 12 мая. А 7 мая, по прогнозам, будет самым холодным днем месяца. Не исключено, что снег выпадет вновь, о чем еще предупреждают спасатели. Смотрите в третьей части нашего выпуска в традиционной рубрике «Прогнозы МЧС». Торговый центр «Июнь» сегодня не прошел проверку пожарной безопасности. Такой вывод, по крайней мере, сделали красноярцы. Днем в комплексе сработала система голосового оповещения об эвакуации. Люди припугались, побежали к запасным выходам, но двери были заперты. В тупике оказались около 50 человек. Среди тех, кто безуспешно пытался выбраться через эвакуационный выход, обычный посетитель торгового центра Владислав. Он снял весь этот процесс на телефон. Хоть тревога оказалась сложной, но его поразило разгильдяйство сотрудников «Июня». Молодой человек возмущен тем, что трагедия в «Зимней вишне» ничему не научила владельцев комплекса. Говорит, хотел даже разбить окно на первом этаже и покинуть здание. В «Июне» подтвердили, что сегодня там была эвакуация, но претензии к пожарной безопасности прокомментировать не смогли. В МЧС заявили, что вообще не получали никакого сообщения из этого центра. Ну а если бы был какой-то дым, обрушение или что-то еще, просто бы эти 50 человек все погибли на этой лестнице. И мне кажется, такого произвола не должно быть в таком. Это один из самых крупных торговых центров. То есть все на видео прекрасно видно. Запретить рекламу микрозаймов в Красноярске. Такую инициативу выдвинул городской депутат Константин Сенченко. По его мнению, агрессивная реклама толкает людей в кредитную кабалу. Люди в итоге теряют последнее. Сенченко называют предпринимателей, которые так сужают огромные проценты, демонами. Запрет рекламы должен помочь с ними бороться. Виталий Поляков расскажет подробнее. Я брала три, отдала семь. Даже больше 50% получается. Наталья была вынуждена взять микрозайм, когда не могла найти работу. Деньги-то надо было откуда-то брать. Ребенка кормите себя. Но кредиты едва не вышли боком. Выплатить вовремя всю сумму она не смогла. И ей начали названивать коллекторы. Выбивать долг. Говорит, было очень страшно. Особенно, когда угрожали забрать сына. Я говорила, что долг передан приставом. Разбирайтесь с приставами. Беспокоили все-таки они меня. То, что они детей заберут, ребенка, сына. То, что они приедут ко мне домой, например. Что я потеряю все. В итоге у Натальи все закончилось благополучно. Но бывает и по-другому, говорит депутат гурсовета Константин Сенченко. Люди теряют машины, остаются без единственной квартиры и превращаются в бомжей. Поэтому с таким видом бизнеса нужно бороться. А горожан от микрозаймов спасать, считает он. Для начала запретить мелким финансовым организациям рекламировать свои услуги. Сделать это напрямую, рощерком пера, на красноярском уровне невозможно. Но всегда можно найти способ, если будет на то политическая воля. Иначе у нас весь город будет скоро в должниках. То есть никто уже сегодня не работает, никто не строит, занимается производством. Все только занимаются тем, что дают займы под огромные проценты. Поэтому будем искать варианты, все, что может городская власть. Может быть, пересматривать какие-то налоги на землю для этих организаций. Владельцы кредитных компаний отказываются комментировать инициативы депутатов. Но говорят, что готовы выполнять любое законное требование властей. Бизнес на кредитах сейчас один из самых прибыльных. Кредит без залогов в Красноярске выдают минимум под 730% годовых. Да мне бы тысяч пять вот так вот хватило на продукты. А вот Наталья Саратова не против рекламы микрозаймов. Говорит, не будет ее, не будет и подобных компаний. И где тогда взять деньги? Женщина уже неоднократно занимала в таких офисах. Отдавалась трудом. Но иначе считает никак. На ее попечении дочь инвалид и сын. Содержит их Наталья одна. И занимает до зарплаты. Это выгодно. Если есть возможность, почему бы не взять? Если человек может отдать, он может взять. Это выгодно, я считаю. Я работаю на двух работах. Уборщицей в магазине и в социальной защите. Сейчас в официальном реестре Центробанка 2190 микрофинансовых организаций. Ломбардов более 10 тысяч. И кредитных кооперативов около 1800. И у многих десятки филиалов. Россияне должны им почти 300 миллиардов рублей. И эта цифра с каждым днем только растет. Виталий Поляков, Сергей Малафеев. Новости ТВК. А в ночном эфире новостей ТВК в 23.00 обсудим с юристом. Стоит ли брать микрозаймы и что делать, если у вас или у вашего близкого кредитные долги. Также обсудим вместе со зрителями. А вы пользуетесь услугами микрозаймов. И как относитесь к таким легким кредитам? Ваши ответы мы уже сейчас принимаем на смс-сервис 9020 с пометкой ТВК. Оставляйте мнение в группе новостей телекомпании ТВК ВКонтакте. А также в вайбере, ватсапе, телеграмме номер 8 923 1 65 45 00. Скрытые вирусы в картофеле. Специалисты Центра стандартизации вместе с аграриями устроили масштабную проверку корнеплодов. Во всех пяти закупленных образцах обнаружены бактерии. Для человека они не опасны, однако на урожайность повлиять могут. Как определить достойную для посадки картошку, выясняла Виктория Столярова. По разности длины волны определяется наличие или отсутствие вируса. Для опытного агрария определить наличие вируса в картошке труда не составит. Достаточно лишь взглянуть на цвет сока этого овоща. Чем темнее жидкость, тем большее количество бактерий содержится в корнеплоде. Но точное количество вирусов и их виды специалисты определяют с помощью планшетного фотометра. По словам экспертов, в начале дачной эстрады очень важно, чтобы посевной материал был качественным. Чаще всего семена, ну как бы не заботимся о качестве посевного материала, картофеля. И поэтому иногда меняемся соседями ведро на ведро, считаем, что таким образом мы обновили семенной материал. И лет по 20, по 30, по 40 пересаживаем. Для экспертизы специалисты закупили пять образцов картофеля. Четыре из них отечественного производства и один из Финляндии. Каждому клубню измерили талию и рост, а также проверили состояние кожи и так называемую крахмальную начинку. В итоге все пять видов картофеля оказались заражены вирусами. Меньше всего болезни обнаружили в финском сорте Коломбо. Худшим по всем показателям оказался российский сорт Мемфис. Была обнаружена кольцевая гниль. Фактически из десяти клубней только один дал полноценные всходы. Все остальные клубни не всходят в связи с высокой степенью поражения бактериальными инфекциями, мокрыми гнилями. Дачники привыкли сажать картофель, что называется, по старинке. Крупные клубни отбирают в пищу или на продажу, а мелкие – для посадки. Однако специалисты отмечают, именно в такой оставшейся мелочи, как любят говорить огородники, искапливается наибольшее количество болезней, вирусов и бактерий. Соответственно, урожай ниже и хранится он хуже. С 1 июля вступает в силу обновленный гост на продовольственный картофель. Согласно этим правилам регламентируется даже размер корнеплода. На ранних стадиях размер картофеля не должен превышать 28 на 28 миллиметров. Максимальный размер картофеля достигает 80 на 80 миллиметров. Даны определенные размеры, когда мы можем его по размерности соотнести к различным видам, то есть первого сорта, второго сорта, третьего сорта. Не должны на клубни находиться пятна коричневого цвета. Новый стандарт соответствует европейским правилам, поэтому будет применяться и к импортному картофелю, который в немалых количествах продается в красноярских магазинах. Аграрии надеются, что новые правила повысят качество посевного материала, а затем и самих овощей. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. 24 года и 24 квадратных метров. Подарок или новый iPad. Телекомпания ТВК по случаю своего дня рождения будет дарить подарки. Условия конкурса таковы. Нужно зайти на наш сайт tvk6.ru и заполнить специальную анкету. Второе условие. Необходимо внимательно смотреть новости ТВК в 20.00 и 23.00, а также программу «Новое утро». Самый внимательный зритель получит планшет или 24 метра в микрорайоне Слобода весны. Конкурс мы проводим совместно с компанией «Сибагропромстрой». Розыгрыш айпадов начнется 14 мая, а уже 24 числа вы сможете стать обладателем сертификата на жилплощадь. Впереди небольшая реклама. Уже через минуту расскажем. Депутата поймали на незаконной охоте. Но пострадал не он, а владельцы этого участка, где он охотился. А через 6 минут Лев Лещенко поздравляет Красноярск и красноярцев с Днем Победы. Не пропустите. Это новости ТВК. Мы продолжаем прямой эфир. Убил косулю до открытия сезона. В Ермаковском районе местный депутат Антипов пойман на незаконной охоте. И сразу после этого бизнесменов, которые арендуют территорию под охотничьего хозяйства, завалили проверками. Что не устроило местных депутатов в работе предпринимателей в репортаже Маргариты Дюбановой из Ермаковского района. Он выходит, я к нему на встречу вышел и представился, все показал удостоверением и все. На что он мне ответил, ты кто такой? Эркин Ульмасов, производственный охотинспектор в хозяйстве Ермак-2009. Мужчина следит за территорией 150 тысяч гектаров. Проверяет, чтобы охотили здесь только в сезон и только с разрешением. Эркин рассказывает, браконьеров задерживал не раз. Так и в 2016 году при обходе услышал выстрелы. Приехал на место и встретил мужчину. На нем я сразу увидел, что масхалат был, весь в крови, оружие заряженное висит. Сзади при нем находился рюкзак. Спросил, что в рюкзаке, промолчал, не ответил ничего. Попросил его представиться, он фамилию свою отказывался называть. Этим мужчиной оказался депутат Ермаковского районного совета депутатов Сергей Антипов. В его рюкзаке обнаружили мясо сибирской косули. У Антипова было разрешение на охоту, но сезон еще был закрыт. А это браконьерство или незаконная охота. Встретився с нами депутат отказался и пояснил нарушение законодательства только по телефону. Почему вы пошли на охоту на косулю 16 октября 2016 года, когда охота открывалась с 1 ноября? И что? Ну это незаконно. В смысле? В мое время денег стоит. Все понятно? Моя позиция, я понес наказание, мне лишили права охоты. Что еще надо? Вопросов бы и не было за преступление, есть наказание. Однако после этого случая охотхозяйства Ермак 2009 буквально завалили проверками. Директора дважды вызывали в администрацию пояснить их принцип работы. Инициировали проверку прокуратурой и Министерством природных ресурсов и экологии. Внеплановые аудиты нарушений не выявили. Председатель Совета депутатов производит очень активные действия, пытаясь препятствовать моим реформам. То есть им очень не нравятся мои реформы, хотя они не ведут ни к какому притеснению граждан, а именно ведут к притеснению браконьеров. Постоянные прессинки и постоянные проверки просто мешают работе. Территорию угодья предприниматели взяли в аренду у государства почти на 50 лет с 2013 года. По словам бизнесменов, они начали обустраивать хозяйство на европейский лад, пересчитали все ресурсы, начали за ними тщательно следить. А для этого поделили территорию. Сейчас мы находимся во втором егерском обходе. Чтобы выйти здесь на охоту, необходимо получить разрешение на добычу зверей. К нему же прилагается путевка на определенные участки, как например на этот. А всего таких участков егерских обходов в этом охотничьем хозяйстве шесть. И якобы именно это деление и цены на зверя не устраивают местных депутатов. Мол, это люди жалуются народным избранникам на завышенную стоимость охоты. Каждый год цена повышается. Министерство им предоставляет по одной цене, а они продают, вот я вам говорю, в поле чем в 30 раз. Ну, завышена цена. Нам надо, как он ведет это хозяйство. Тем более он ведет на территории Ермаковского района, на самых доступных площадях, где охотники-любители могут охотиться и так далее. Деньги, которые получают бизнесмены от охотников, идут на развитие хозяйства. Однако председатель Совета депутатов намерены дальше писать во все инстанции. А они обязаны реагировать на запрос народного избранника. Предприниматели должны будут отражать эти проверки, которые так или иначе сказываются на бизнесе. Маргарита Дюбанова, Сергей Малафеев. Новости ТВК. Ермаковский район. Замять дело за 140 тысяч рублей. Полицейский за дело по контролю за оборотом наркотиков попался на мошенничестве. По информации правоохранителей, старший лейтенант полиции пообещал сбытчице наркотиков не заводить на нее дело за материальное вознаграждение. Деньги он якобы должен был передать тем сотрудникам, которые ведут расследование в отношении женщины. Обозначенную сумму в 140 тысяч рублей Красноярка принесла и отдала полицейскому. Опера полуполномоченного задержали на месте. Сейчас в отношении него возбуждено дело по статье мошенничества. Если его вину докажут, сотрудник будет уволен. Также к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей. В Краевой полиции прошли кадровые перестановки. Место заместителя начальника МВД занял Олег Стефанков. Полковник полиции получил новую должность по указу президента страны 3 мая. Известно, что Стефанков начинал службу операуполномоченным по экономическим преступлениям в Ростове-на-Дону. А в период с 2011 по 2015 годы он работал вместе с нынешним руководителем Александром Речицким, тогда в Адыгее. Затем был переведен в Калужскую область. А с сентября прошлого года Олег Стефанков исполнял обязанности заместителя начальника регионального ведомства. Напомню, ранее эту должность занимал Александр Кузнецов. Однако в феврале этого года он стал фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий. Подвиг, который не забудут никогда. Сегодня ветеранов Великой Отечественной войны и красноярцев 73-й годовщиной победы поздравил Лев Лещенко. Заслуженный артист приехал в наш город при поддержке фонда «Вера и надежда». В репертуаре звезды были бессмертные хиты и всем известные патриотические песни. По словам ветеранов, музыка помогала им пережить самые сложные моменты сражений и послевоенного быта. Родная, родная, родная земля. Повы и равнины, леса и паря. И новой судьбою на счастье нова. От планы на свете и в сердце одна. С троем шли, пели в армии, в армии, в гражданской пацанами. Мы пели песни. На пакос едем, песни поем. С пакоса едем, песни поем. Голодные, холодные. Полуразбитые, полуразбитые, полуразбитые. Все с песнями было. Перед концертом открыли музейную экспозицию. Красноярские поисковики выставили личные вещи солдат и хамудирование. Работала полевая кухня с армейской кашей и тематическая фотозона. Новостям ТВК удалось записать эксклюзивное интервью с Львом Лещенко. Не пропустите программу «После новостей» на следующей неделе. Особая колонна нашествия в День Победы. В Красноярске начали формировать бессмертный полк. 9 мая внуки и правнуки тех, кто принес стране победу, выйдут на улицы с портретами участников войны. Как включить своего героя в бессмертный полк и занять место в праздничной колонне, знает Илья Керпс. Он бы был на параде победы. Он бы вместе со мной шагал здесь. У Веры Масловска в семье сразу два героя, кто прошел войну. Прадед Сергей Попланов и дед Федор Кириенко. Их портреты Вера в этом году понесет в колонии бессмертного полка. Внучка, рассказывает, Федор Афанасьевич встретил победу на ступенях Рейхстага. Но погиб 8 лет назад, когда пришлось защищать свои награды от грабителей. Он даже в последние минуты своей жизни отстаивал свою честь, честь своей семьи и правду. Ту истинную правду, которую он пронес в течение всех лет своей жизни. Сейчас для девушки дело чести пронести портрет героя в бессмертном полку. Акция начнется сразу после митинга. Построение колонны начнется здесь, на пересечении улицы Держинского и проспекта Мира в 12.30. А уже в половину второго бессмертный полк начнет свое шествие. Красноярцы пронесут фотографии своих родственников и ветеранов Великой Отечественной войны до площади Мира. Примкнуть к колонне можно будет в любой момент. В этом году бессмертный полк пройдет под музыкальное сопровождение. Люди просили, чтобы именно была музыка, так как баяны, которые были здесь в колонне, там на два метра в радиусе их слышно было. И все. Сейчас, конечно, это все учли. Играть будут специальные колонки и живой оркестр. Готовятся к празднованию и молодежные агентства. Они уже подготовили для пенсионеров тысячу бесплатных штендеров. Крупные торговые сети тоже начали продавать таблички для шествия в бессмертном полку. А для тех, кто не сможет физически принять участие в акции, но очень хочет, чтобы портрет героя был в нашествии, его пронесут волонтеры. Они помогут с изготовлением штендера, с фотографиями вашего героя, узнают историю семьи и пронесут портрет героя в колонне. Потому что часто обращаются к ним люди очень пожилые, которые не могут выйти из дома. Им обидно, что они не могут пронести портрет, например, своих родителей. Всю информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии 293-19-45. Илья Керпс, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Если у вас еще остались вопросы, смотрите программу «После новостей» в 20.45. Сегодня гость Ктени Черепанова и Серафима Акселерот, руководитель регионального отделения штаба движения «Бессмертный полк». Свои вопросы гостю можно задавать уже сейчас по телефону 265-45-00. Куда обращаться, если пришла беда? В Красноярске начала свою работу справочная служба по вопросам ритуальных услуг. Специалисты колл-центра расскажут, что делать, если умер близкий человек. Обращаться нужно по номеру 228-71-17. Диспетчер справочной службы предоставит информацию о списке всех необходимых документов и подскажет, где и как их получить. Также они расскажут, как правильно и быстро организовать прощание. Помимо этого, введение специалистов наличие свободных мест для захоронения. Также у них можно заказать ритуальные принадлежности. Дополнительная плата за этот звонок не взимается, а он оплачивается по тарифу вашего телефонного оператора. Напоминаю, телефон справочной службы по вопросам ритуальных услуг 228-71-17. Собрал мировую кассу в первый день премьеры. Новые «Мстители» навоевали сразу на два рекорда по сборам. Третий по счету киномикс из вселенной Марвел за премьерный уикенд собрал мировую кассу в 630 миллионов долларов, 230 из которых в российском кинопрокате. На широкие экраны в нашей стране «Война бесконечности» вышла накануне. Красноярские киноманы выстраивались в очереди за билетами на эту премьеру. Свободных мест во многих кинозалах нет и сейчас. По словам телезрителей, ажиотаж к фильму вызван хотя бы тем, что в ленте впервые встречаются большинство супергероев серии от «Капитана Америки» и «Железного человека» до «Доктора Стрэнджа» и «Черной пантеры». Аналитики полагают, что «Третьи мстители» могут превзойти исторические рекорды и стать самым кассовым фильмом в истории кино. В этом фильме собираются вообще практически все. У нас много фанатов там Тора, Халка и Тони Старка. Какой фанат? Какого? Локи. Скажите, почему за день премьеры фильм уже самый кассовый? Потому что его очень долго анонсировали и его ожидали просто миллионы людей. Возможно, потому что она уже нашумевшая. Было много сторонних фильмов об одной части, о Торе, о том, о сём. А здесь всех собрали вместе, триллер хороший сделали. Там будет самое масштабное скопление персонажей. Стар-Лорд. Там будет вообще почти все персонажи, если я правильно понимаю. Потому что, так сказать, не в традиции вообще сказок заканчивается плохо. А здесь всё закончилось. Большинство уголовных героев. Донок у меня плачет. Ну, целебник, как говорится. Спортивным болельщикам тоже будет чем заняться. Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Первый матч в столице Дании Копенгагене начнет сборная России. Наши спортсмены сыграют с французскими хоккеистами. Аналистки уверяют, как правило, в Олимпийский год на мировые турниры приезжают меньше игроков из НХЛ. Но в этот раз всё иначе. Из-за отсутствия хоккеистов в сильнейшей Лиге Мира на Олимпийских играх, этот турнир обещает быть зрелищным. Например, сборная Канады, чьей главной звездой является её капитан 21-летний Конор Макдэвид. Похожая картина и в сборной США, где собраны очень крепкие кадры из лучшей хоккейной Лиги Мира. А вот нашей команде получить звездное пополнение из-за океана пока не удалось. Вратари Сергей Бобровский и Семен Варламов, защитники Иван Проворов и Никита Задоров, нападающий Владимир Тарасенко и Александр Адулов отказались приехать в Данию из-за травм. Пока в нашей команде только шесть НХЛ-овцев. Впереди небольшая реклама, уже через 8 минут расскажем, когда готовиться к снегопаду и заморозкам, и как спланировать прогулку, чтобы не пострадать от клещей. А через 4 минуты история про пловца-экстремала, как живёт сейчас Юрий Лопатин, расскажет Наталья Кечина. Вы смотрите новости ТВК, мы продолжаем прямой эфир. Завтра Алексей Навальный намерен провести всероссийскую акцию протеста «Он нам не царь». Его сторонники выступят против узурпации власти Владимиром Путиным. Ожидается, что самый массовый митинг будет в Москве. Навальный намерен провести людей по Тверской до Пушкинской площади. В Санкт-Петербурге люди выйдут на Дворцовую. Акция планируется и в Красноярске, на Красной площади, но во всех городах страны и местной власти не согласовали эти митинги. Участие в них полиция может расценить как нарушение закона. Сегодня в Красноярске уже задержана активистка Мария Маковозова. Её приговорили к трём суткам ареста за нарушение установленного порядка организации митинга. Хотя в штабе оппозиционеры Навального говорят, что девушка никакого отношения к согласованию акции протеста не имела. Сам Навальный сообщает, что подобные задержания сегодня прошли по всей России. Пенсии в праздники выдадут без изменений. График выплат через почтовое отделение в майские уикенды опубликовали сегодня в Пенсионном фонде. 9 мая в государственный праздник почтовое отделение будут закрыты. Поэтому получать накопление можно будет уже с завтрашнего дня. 5 мая пенсии выдадут также и за 6 число. 8 мая можно будет получить выплату за праздничный день. А с 10 числа все отделения в Красноярске и в сельских местностях начнут работать уже по привычному графику. В Красноярске откроют горячую линию по комплектованию детских садов. А в билетах РЖД теперь будет указано только местное время. Обо всем подробнее в рубрике «Новости коротко». РЖД с 1 августа будет указывать на билетах только местное время. Это позволит многим пассажирам не опаздывать на свой поезд. В РЖД уточняют, билеты нового образца можно купить с сегодняшнего дня. А вот на информационном табло ЖД вокзала с 1 августа также информация об отправлении и прибытии поездов будет по местному времени. А вот в Красноярске заработала горячая линия, на которой можно узнать информацию о комплектовании детских садов. Две недели специалисты Главного управления образования будут отвечать на вопросы родителей. Работать телефон будет с 7 по 18 мая. При этом звонки будут приниматься с 9 утра до 13 часов и с 14 часов до 18 часов в рабочие дни. Свой вопрос можно задать по телефонам 226 15 24 и 226 13 26. Недавно 70-летний юбилей отметил некогда один из самых известных красноярцев, установивший рекорд для книги Гиннесса, плавец-экстремал Юрий Лопатин. Как сейчас живет чемпион мира страны по заплыву в холодной воде, выясняла Наталья Кечина. Русским богатырем Юрий Михайлович из Ростова. Вот они, вот оборона России. Неподкупные, честные, чистые, без наркотиков, без алкоголя спортсмены. Это Юрий Лопатин и Владимир Жириновский совершают заплыв в Енисея 15 лет назад. Тогда Юрий Михайлович не сходил с экранов телевизоров, ведь он ставил настоящие эксперименты по выживанию. Переплывал Байкал из Сыкуль. В 2001-м установил мировой рекорд, проплыв по Енисею при 12-ти градусной температуре 140 с половиной километров, находясь в воде 18 часов 7 минут. Чтобы узнать, как сейчас живет герой минувших лет, нам пришлось преодолеть целый квест. Юрий Михайлович! Проходите. Можно? Конечно. Так выглядит чемпион сейчас, переживший инсульт. Инвалид первой группы передвигается с трудом до кровати, где проводит большую часть времени, смотря целыми сутками телевизор, и до кухни. С трудом же говорит. Хуже бывает. А что? Толку там? Надо же терпеть. Правая нога была. У меня парализована. Сейчас, когда-то приверженцу здорового образа жизни вегетарианства, приходится ежедневно принимать великое множество таблеток. Но самое печальное то, что он теперь, по сути, запертым сидит целыми сутками один в двухкомнатной квартире. К одиночеству привели сложные взаимоотношения с бывшими женами и детьми. Забыли про него и бывшие партнеры по бизнесу и работе. Мне вообще практически никто не помогает. Вот что, с отработанной два раза приходят за неделю. Я в книге рекордов. И что дальше? И что дальше? Я же, я людям не нужен. У меня все заплыви уникальные. Сын только хочет квартиру забрать. Вот это все. Я вообще удивляюсь, что телевизор обо мне вспомнил. Сам себя нормально обслуживать Лопатин, по сути, не может. Лишь два раза в неделю соцработник готовит ему пищу. Тут уж не до диет. И только у соцработника же есть собственный ключ от его квартиры. До телефона, если что случится, нужно дотянуться, да и кнопочку умудриться нажать. Когда-то Юрий Лопатин был не бедным человеком. Имел собственный фонд «Полярная звезда», в котором помогал в том числе больным и брошенным детям. Он мог, что называется, пинком открыть двери многих чиновников. Его нельзя было не заметить. Морщ в любое время года он ходил по городу с обнаженным торсом. Кроме того, участвовал в выборах, был невероятно востребован. Но любят победителей. А побежденных обычно забывают. Особенно больных. Ну, двигался по жизни. Слава Богу, что вы меня пороленовали. Слава Богу. Хоспис в Железногорске стал мобильным. Сегодня организация получила оборудованный автомобиль «Фольксваген» для выездной помощи неизлечимо больным. Машина уникальна своим наполнением. Все детали делали по заказу. Перевозить можно будет не только больного, но и средства ухода и гигиены. Кроме того, при необходимости в автомобиле можно подключить реанимационное оборудование. А средства на машину хоспис получил по президентской грантовой программе. Поставку и риски на себя взял дилер «Фольксваген» «Медведь Запад». База автомобиля, она, наверное, не уникальна. Это модель «Кэдди», это достаточно стандартный автомобиль. Но все, что в автомобиле находится, в салоне автомобиля, это, конечно же, индивидуальный заказ. В Красноярском крае появляется автомобиль, которого до этого в Красноярском крае, в медицинских учреждениях края до сих пор не было. Во-вторых, этот автомобиль будет оказывать палеоативную помощь. А что такое палеоативная помощь? Это помощь безнадежно больным, онкологическим больным. Когда готовятся к снегопаду и заморозкам, и как спланировать прогулку, чтобы не пострадать от ключей, расскажем в рубрике «Прогнозы МЧС». В студии заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Магнитные бури в мае начнутся с следующей недели, с 11 числа, и продлятся неделю до 18. Будут они довольно-таки сильные, до 7-8 баллов включительно. Поэтому метеочувствительные красноярцы и водители предупреждаем, будьте крайне осторожны. Представящие выходные дни в начале следующей недели, то есть в понедельник, температура воздуха ночью опустится до минус 4. Возможен дождь и снег, а вследствие сильный гололед. В среду мы ожидаем сильный мокрый снег. В целом, в следующей неделе будет прохладно до плюс 8 днем. В выходные до вторника мы ожидаем ветер в 15-20 метров в секунду. И как следствие, ожидаем увеличение количества заболевших урви и гриппом. Уважаемые красноярцы, одевайтесь по погоде. Напоминаю, что в крае действует особый противопожарный режим. С 1 апреля на тушение пала травы в крае пожарные выезжали 775 раз, а в Красноярске – 193 раза. Соблюдайте правила пожарно-безопасности, не сжигайте мусор, не разводите косты, не бросайте спички. Тем более, что на неделе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Помните, огонь может стать причиной не только листых, но и бытовых пожаров. За последшие выходные в крае сгорело 7 дачных строений, 5 из них в Лес-Сибирске, 1 Курагино и 1 в Емельяновском районе. В Емельяновском районе существовала угроза распространения огня на соседние дачи. Напоминаю, в праздничные и выходные дни полиция совместно с Государственным пожарным надзором проводит операцию дачи. В окрестностях Красноярска располагается 205 садовых обществ, в большинстве из них нет забора воды. Дачникам стоит быть крайне осторожным, строго соблюдайте правила пожарной безопасности. Штрафы за нарушение правил для физических лиц до 4 тысяч рублей, для юридических до 400 тысяч рублей. В случае происшествий и их возможной реальной угрозы, звоните на телефоны 101 или 112 и телефон доверия к Главному управлению МЧС по Красноярскому краю 227-09-19. Уважаемые красноярцы, в праздничных дни мы ожидаем массовый выход из деятельностей массива, тем более начался сбор черемши. Мы напоминаем об опасности клещей. Только за неделю количество пострадавших от укусов клещей выросло почти 4 раза. С начала сезона в крае загрязнено 241 случаи присастливых клещей, в том числе 85 детей, в Красноярске 97 случаев и в том числе 29 детей. В России с начала сезона пострадало более 10 тысяч человек. Будьте крайне осторожны. Это Академгородок, Ветлужанка, Столбы, Роев Ручей, Базаиха, Ревинина и Емельяновский район Лусьмана. У клещей, которые были сданы на анализ, были обнаружены возбудители боррелиоза, анаплазмоза и эрлихоза человека. Уважаемые красноярцы, уважаемые участники Великой Отечественной войны, мы поздравляем вас, жители Красноярска, с наступающим днем победы, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания. Спасибо большое. Это была рубрика «Прогнозы МЧС». Далее информация о погоде. Редактор субтитров А.Семкин